Мы продолжаем читать псалтырь, размышлять над псалмами специально для пользователей интернет-портала exeget.ru И начнем мы сейчас разговор о мессианских местах в псалтыре. Напомню, что мессианские места это такие образы, такие слова священного писания, которые пророчествуют о Христе. И пророчествуют либо о Его лице, либо о Его действии, обстоятельствах Его прихода, обстоятельствах Его жизни, страдания, смерти, воскресения. Или о тех редко явлениях, действиях Христа, которые будет оказана на Его Церковь, которая по сути дела тело Его, поэтому тоже может иногда быть соотносимо и называться как мессианское свидетельство священного писания. И поскольку мы будем говорить уже конкретно о псалмах, для упрощения наших штудий хотелось бы сделать следующую ремарку. Я для именно простоты упрощения вашей жизни, слушателей, буду использовать русский извод церковно-славянской псалтырь. Сам я люблю церковно-славянскую псалтырь, я на ней вырос, я в нее врос, и для меня она настолько понятна, насколько для многих понятна русская псалтырь, она на слуху ей по-другому воспринимать. Псалтырь лично я не могу, но очень-очень давно, когда мы служили разные долгие великопостные службы, мы переходили на русский текст псалтыри, потому что совершенно не важно, что думаю, чувствую я, важно, как это воспринимается людьми. И здесь тоже буду использовать русский текст псалтыри, и поэтому я и хотел сказать, сейчас существует на самом деле очень много русских переводов псалтыри, но наиболее распространенные, читай, издаваемые, это два перевода. Это перевод Юнгерова, обычно, но последнее издание было такой, темной обложки, малого формата, темная обложка, черная обложка, написанная псалтырь, в переводе Юнгерова. Это профессор богословия, еще дореволюционный. Вот, перевод нормальный, можно пользоваться, с точки зрения тиражности он более распространен, чем тот перевод, которым буду пользоваться я. Это перевод Беруковых, вот, издана книга, которую буду пользоваться в 2013 году, так же, как и псалтырь Юнгерова, она дается в параллельном варианте, то есть на одной странице церковнославянский текст, на другой странице русский текст. Мне этот перевод нравится больше не в силу его точности, а в силу его поэтичности. Они попытались сохранить поэтический настрой, вот, чтобы вот сохранить не только смысл, но и вот именно музыкальность псалтыри, которая, несомненно, вот и в церковнославянском тексте, и в еврейском тексте она и есть. Конечно, можно пользоваться и переводом псалтыри, который содержится в Библии синодального перевода, вот, но это самый худший вариант, потому что, по какой причине? Потому что, как вы, наверное, знаете, поскольку вы пользователи интернет-портала Экзегет, вы знаете, что синодальный перевод сделан с еврейского текста, а церковнославянский сделан с греческого текста. И поэтому и церковнославянский текст, и русские переводы церковнославянского текста или греческого текста, они, вот, ближе к нашему слуховому привычному восприятию псалтыри. Еврейский текст, и, то есть, перевод синодальный, который сделал, он и не музыкальный, и не поэтический, а порой даже некоторые выражения и слова, очень запоминающиеся, очень привычные нашему слуху, они читаются там иначе. Ну, тем не менее, для понимания смыслов, не столько для того, чтобы молиться, читать ежедневно, чтобы как-то попытаться понять, о чем все-таки те или иные места псалтыри, те или иные псалмы, вот, конечно, можно использовать и, тем более, если другого под рукой нету, и тот русский перевод псалтыри, который содержится в синодальном переводе Библии. Вот, и мы начнем разговор о, вот, еще раз повторю, о мессианских местах псалтыри, то есть, там, где содержится то или иное пророчество о Христе. И начнем мы со второго псалма. Что возмутились народы и племена за мысли суетной? Восстали цари земные, земные и князья собрались вместе на Господа, и на помазанника его, говорят они, расторгнем узы, наложенные ими и свергнем иго их. Но живущий на небесах посмеется над ними, и Господь посрамит их. Тогда изречет он в гневе волю свою и яростью своей вернят их смятение. А я поставлен им, царем над Сионом, горою святое иго, возвещать повеление Господне. Господь сказал мне, ты сын мой, ты ныне рожден мною, проси у меня и дам народы в наследие тебе и во владение тебе пределы земли. Будешь пасти их же злом железным, как сосуды горшечника, сокрушишь их. И ныне цари разумейте, поучайте судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь ему стрепетом. Вот такой псалом. И, конечно, там очевидные места, тем более по-церковно-славянски. Второй стих звучит. Предсташи царя и земсти и князи, собравшись в купе на Господа и на Христа его. Вот очевидно, что псалом мессианский, там пророчество о Христе. Но что именно хочет сказать этот псалом о Христе? Восстали цари земные, князья собрались вместе на Господа и на помазанника, на Христа Господне. «Расторгнем узы, наложенные ими, свергнем иго их». С одной стороны, конечно, нам вспоминается и нами узнаются образы распятия Иисуса Христа. Вот цари земные восстали. Вот князья иудовы собрались вместе против Христа, против Господа, чтобы расторгнуть те узы, которые, как им кажется, на них наложены. Но на самом деле это не только о Христе, это не только о том, что иудеи восстали против Христа, не только о том, что иудеи убили Христа. На самом деле все тут гораздо страшнее и сложнее. Ведь тогда бы сказали, ну царь восстал, или там два царя. Нет, все цари земные и князья собрались вместе и восстали на Господа. «Расторгнем узы». Здесь говорится не только о конкретном акте выступления против Христа в Палестине, когда Христос был распят. Ведь и после этого, и до сегодня цари земные и князья, и народы возмутились, и племена за мыслью суетно, они восстают против Господа, и восстают против Христа, и хотят разрушить те узы, которые связывает, которыми связывает, как им кажется, Бог, узы морали, узы любви, узы служения, узы послушания. То есть те заповеди, которые дал Господь еще до пришествия Христа, те заповеди, которые даны во Христе, те заповеди, которыми просвещены все народы земли, это Божьи заповеди, которые можно отразить одним словом, как говорит Христос, «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Тот свет, который просвещает всякого человека, ведущего мир. Вот против всего этого восстали народы. Или, как говорит апостол Павел, «Тайна беззакония уже в действии». И это тайна, когда мы читаем книги пророческие, когда мы читаем даже те явления, которые были до потопа, которые привели к потопу, которые привели к Вавилонской башне, которые приводили ко множеству и множеству событий, описанных или только угадываемых на страницах Священных Писаний. Все это бунт человека против Бога. Восстали люди, восстали против Господа, против Христа, против Его заповеди, против Его иго, которое благо, против Его бремени, которое легко. Погрузили себя в хаос, разрушили узы и семьи, и любви, и чести, и совести, и правды. Это началось не в 21 веке, и не в 20 веке, и не в 18. Это началось очень-очень давно. И Вавилонская башня, и то, что привело к водам потопа, все это восстание царей земных, опьяненных собственным величием, собственным самомнением и своей волей, это люди, восстающие против Бога. И в конце концов, это восстание, оно и закончится тем, что воцарится Антихрист как апофеоз этого бунта против Христа, против Бога, как мы читаем это в последних книгах Священного Писания. И именно то, что он разрушит все связи, все те правила, которыми держится еще человеческое сообщество, все это разрушит и установит царство зла. Действительно скует чугунные кандалы на теле человечества, ну тогда уже всему конец. И об этом конце говорит дальше строчка Псалману. Живущий на небесах посмеется над ним, Господь посрамит их, изречет им в гневе волю свою и вернет их смятение. Все кончится плохо. Все кончится плохо. Но это плохо, и это плохо, не конец. Но я поставлен им царем над Сеоном, горой святой его, возвещать повеление Господне. Господь сказал мне, Ты сын мой, я ныне родих тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе, во владение тебе пределы земли. Вот это посмеется им, и Господь поругается им. Это ведь о двух событиях в истории человечества, о двух событиях в жизни Иисуса Христа. Не могу сказать земной, но в жизни Иисуса Христа. Это ведь и о том, что Он действительно есть Царь, как говорит Ира. Царя ли вашего распнул? Нет у нас Царя, кроме Кесаря. Мы не хотим подчиняться этому Царю. Мы хотим подчиняться Царю земному, который не служит Царю Небесному. Как и говорил Христос, Царство Мое не от мира сего. Иудеи, убивая Христа, отвергли Его Царство, они предпочли Царство мира, и поэтому били Христа, чтобы в конце концов и воцарилось Царство мира сего. Но я поставлен Царем над Сионом, горою святою Его. Это интересно, да? Мы представляем себе некий холм на возвышенности, где действительно находится крепость Сион, и там воцарился Давид. Но гора святая Его, это не Сион. В образах Священного Писания, в библейских, пророческих образах, святая гора Господня, это Церковь. Церковь. И Он Царь Церкви. Он поставлен Царем над Церковью. И именно там, в Церкви, Он возвещает волю Божью. И каждый может прийти в эту Церковь, как о том красиво написано в книге пророка Исаии, например, во второй главе. И это воцарение, это особое воцарение Христа над Церковью начинается тогда, когда вот те слова, которые мы здесь видим. Ты сын мой, ты ныне рожден мной, или по-церковно-славянски, ас днесь родихтя. Вот это Рождество и связанное с этим Голгофа, потому что сначала, вначале говорится о восстании на Христа. Рождество предполагает Голгофу. А Голгофа предполагает Рождество, потому что распяться может только тот, кто родился. И вот этот рожденный Сын Божий, Он стал первенцем и главою Церкви. И говорит, проси, Господь, проси у Меня, и Я дам Тебе народы в наследие Тебе. И Христос, воцарившись на Церковь, на Церковь начинает собирать в Церковь людей, собирать из всех народов, из всех земель, зовет, и кто услышит голос Его, тот откликается и приходит на эту святую гору, входит в Церковь и там обретает Царя. Это важно понимать, потому что, скажем, в отношении промысла мы этого не можем понять. Мы почему недоумеваем тем, что здесь так тяжело нам жить на этой земле? Потому что мы считаем, что Христос, Господь, Бог, Царь этого мира. Нет! Вспомним первую строчку, первые главы книги бытия, или первую главу даже книги бытия. Вот вам земля, господствуйте над ней, царствуйте, владейте ей. Эта земля нам отдана. И все, что мы сделали, это мы сделали. Мы не слушали Бога, не подчинялись Ему, законы Его не исполняли, ни до потопа, ни в потопе, ни после потопа, ни до Вавилонской башни, ни после Вавилонской башни. Это мир, который мы создали. Это мир, который породили мы. И все вокруг так плохо, не потому, что Бог, куда Он смотрит. Это плоды наших рук. И вот является Господь для того, чтобы создать новый мир и собрать в этот новый мир людей. И Он первенец из усопших, первенец из рожденных Богом людей, потому что ныне рождает Его Господь. Он Сын Божий по человечеству, по естеству. Он всегда Сын Божий. Но Он вперед в человечество. И вот в человечестве Он становится, усыновляется, то есть становится единородным Сыном Божьим. И первенцем из умерших, главою церкви, начинает собирать из всех народов себе спасаемых. И вот там в церкви Он Царь. И поэтому службы церковной начинаются благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа. В церкви Он Царь. Возвещается Его воля, и мы учимся жить по Его воле, потому что мы в церкви. А те, которые, скажем, остались вне церкви, они по-прежнему восстают и бунтуют. Но люди церкви свидетельствуют им о начале нового бытия, нового царства, новой жизни. И в этом наше предназначение. Мы слуги Господни, посылаемые на то, чтобы собирать, призывать спасаемых в церковь, в Царство Божие, вечную жизнь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова